Данил Сремак Бывший кандидат в президенты Сербии и президент Либерленда встретились, чтобы обсудить сотрудничество в развитии зон свободной торговли на Балканах. 11 июля Интервью с послом Либерленда Джоби Уиксом о том, насколько маленьким становится мир, и о его поездке в Антарктиду для установки флага Либерленда. Когда вы впервые слышите о свободной стране под названием Либерленд, которая успешно существует без участия правительства, возникает мысль, что это шутка. Но это не так. Это действительность, говорит Джоби Уикс, один из отцов-основателей Либерленда. Около 600 тысяч человек со всего мира уже подали заявки на получение гражданства Либерленда, и их число растет с каждым днем. В этом интервью со Стивеном Мельником Джоби рассказывает о том, как он столкнулся с метелью на горе на Аляске, что в конечном итоге привело его в Либерленд. Также поговорим о том, как каждая проблема в мире связана с правительством, и как такая свободная страна, как Либерленд, обходит эти проблемы. Джоби очень увлечен Либерлендом и даже претендует на место для свободной страны Антарктиде. 12 июля Делегация Либерленда была приглашена для обсуждения будущего сотрудничества с директором профсоюза работодателей Черногории Продрагом Метровичем. Темы включали национальные криптовалюты и особые экономические зоны. 16 июля Лето 2019 Либерленд, Нью-Йорк Мы рады поделиться с вами летними новостями Либерленда. Президент Вит Эдличко прибыл в США с четырехдневным визитом в Нью-Йорк для дальнейшего развития отношений со странами-членами ООН и проведения специальных интервью для СМИ. Его также пригласили выступить в качестве основного спикера на церемонии открытия монет TNC. Если у вас будет возможность, мы хотели бы пригласить вас встретиться с нашим представителем ООН и ведущими дипломатами на Манхэттене в четверг вечером, 18 июля. Место и время – Ателье Дежаэль Робушон, Челси. В Нью-Йорке мы также будем приветствовать наших новоназначенных сотрудников в новом офисе Либерленда в Вашингтоне, а также директоров фонда помощи Либерленду. Программа добровольной гуманитарной помощи Либерленда только что получила свой некоммерческий статус от IRC и уже начала свою образовательную и гуманитарную работу и приветствует вашу поддержку. На этой неделе также состоится знаменитый Freedom Fest в Лас-Вегасе, где Либерленд будет представлять Адам Карстрелл, ведущий шоу Либерленд Шоу. Обязательно поздоровайтесь с Адамом, если посетите это мероприятие. Мы также хотели бы пригласить вас на наш летний фестиваль Flantage Man, который будет проходить с 15 по 18 августа, когда мы откроем новый аэропорт Либерленд в Сербии, недалеко от города Сомбор. В течение четырех дней вы можете принять участие в веселых мероприятиях и развлечениях, в том числе послушать музыку диджеев и музыкантов из этого района, в том числе композитора Либерленд Эйнтем. Это будет отличная возможность увидеть Либерленд с небес с помощью первой летной школы Либерленда. Участники Flantage Man прибудут в Либерленд по реке на флоте Либерленда, а также на маленьких флотках. Вы также можете посетить зону свободной торговли и гавань Либерленда в городе Апати. 18 июля Президент Вит Личко рассказывал о Либерленде в Bayridge College в городском университете Нью-Йорка. 20 июля Адам Карсвелл присоединяется к нам из Freedom Fest и говорит со сторонниками Либерленда. Не пропустите еще один эпизод, подписавшись на шоу Либерленда. 21 июля Ваш ведущий Адам Карсвелл снова выйдет в эфир в Freedom Fest, который посетил никто иной, как легендарный Даг Кейси, известный всем мире, и Джои Лангер-Бруннер. Послушайте. 22 июля Либерленд признал республику в Сомали-Лэнд и подписал с ней меморандум о взаимопонимании. Мы поддерживаем страну, она этого достойна. 23 июля Ведущий Либерленд-шоу Адам Карсвелл завершает в Freedom Fest пятью отличными интервью с коллегами из Либерленда. Если вы хотите увидеть, как Либерленд подбегается вперед, перестаньте ждать и присоединяйтесь под эти люди. 29 июля Приходите на фестиваль «Локинг Мэн» в Либерленде. 15-17 августа 2019 года на реке Лунай. 3 августа Следите за последним обновлением новостей Либерленда on Liberland Post с Вашим ведущим Михалем Чакаем. Темы включают наши визиты в Нью-Йорк и Черногорию, фонд помощи «Либерленд» и многое другое. 4 августа Либерленд с небес сегодня. Приходите и посмотрите сами на «Флэйти Джмэн Лэнд» через 12 дней. 9 августа Президент Либерленд Давид Петличко и Майк Малис вместе с Михаэлем Малисом на широко известном шоу «Your Welcome» ведут дискуссии о нашей модели управления, дипломатии, отношениях в Сербии и Хорватии, а также европейской и честной политике. 13 августа Помогите нам выбрать лучший логотип для аэропорта Либерленда и посмотрите его. 14 августа Они говорят, что посещение Либерленда невозможно. На этой неделе нас с гордостью посетили 4 гостя – 2 из Швейцарии и 2 из Гонконга. Мы бы хотели, чтобы они остались на нашем музыкальном фестивале «Флэйти Джмэн». 8 июля Микронэйшис Потенциальные супердержавы эпохи блокчейна Хотя многие владельцы и трейдеры радостно потирают руки в этом году перед лицом криптомедведей, воспоминания о крахе рынка криптовалюты в 2018 году остаются. Может ли устойчивое принятие базовой технологии блокчейна как крупным бизнесом, так и правительствами сыграть столь же большую роль в возобновлении недавнего возрождения рынка, как и институциональная ФОМО? В течение прошлого года блокчейн прыгал на дрожжи, вызывая в основном из-за тенденции токенизации что-то вроде международной регуляторной гонки. Имея четкие экономические и ориентированные на прибыль цели, следы и подробные регулирующие органы во всем мире начали работу над механизмами мониторинга и контроля определенных аспектов будущих событий. Стоит отметить, что экономики более крупных стран, таких как США, были вялыми в своем принятии по сравнению с более мелкими странами. На организованном ООН в этом году в саммите блокчейна Кортлин Паст, состоявшемся 4 июня этого года, было уделено большое количество положительного внимания небольшим странам и их адаптации и позиционирования для использования потенциальных преимуществ блокчейн и криптовалют. Согласно переданным наблюдениям основателя фонда суверенного правительства Барака Бен Эзера, меньшие нации имеют преимущество в том, что они могут быстро принимать законы по сравнению с крупной медленной бюрократией. При рассмотрении заведомо быстрого развития этого сектора, малые государства могут оказаться в лучшем положении для растущей промышленности. В этом отношении новое государство Либерленд не является исключением. Ни один закон не должен ограничивать право выпускать или использовать какой-либо товар или предмет в качестве валюты или предоставлять какие-либо стимулы в этом отношении, за исключением случаев, когда какой-либо стороне сделки юридически запрещено владеть таким товаром или предметом, согласно Конституции Либерленда. Для финансирования и развития инфраструктуры Либерленд не должен возвращаться к выпуску облигаций, как крупные правительства или к подаче заявок на гранты и займы. Вместо этого Либерленд может пройти по пути ICO. Это не только более быстрый вариант, но он также открывает будущие проекты для более глобальных инвестиций. Этот беспрецедентный уровень финансовой свободы в сочетании с криптовалютами может предложить потенциальному инвестору множество вариантов торговли без границ небольшим государством. Учитывая это, можно предположить, что в системе, открытой для криптовалюты, лежащая в основе технология, будет приоритетом в области развития и образования. Монако ни в коем случае не должно быть единственным центром цифровых знаний, каким он стремится стать. В блокчейне показали много своих положительных сторон. Насколько децентрализованными могут быть блокчейны, они лучше справляются с организацией и хранением важной информации. Простым примером варианта использования информации, связанной с идентичностью в блокчейне, Например, при медицинском обслуживании, любой гражданин Юберленда, нуждающийся в особой медицинской помощи, может быть идентифицирован путем простого сканирования QR-кода. Винни Линкхен, генеральный директор защищенной идентификационной платформы блокчейн под названием ЦУРИ, упомянул охранящихся на мобильных устройствах цифровых идентификаторов, оптимизирующих доставку помощи в случае необходимости. Использование DLT также может оказаться бесценным в области государственных закупок. По определению, это закупка услуг, работ или поставок государственных органов, государственными организациями, официальным договором или иным образом. Благодаря прозрачности DLT, меньшие страны могут выиграть под оптимизацией процессов, связанных с государственными закупками, поскольку соответствующие данные четко зарегистрированы и доступны всем вопреченным сторонам. Обещанные преимущества блокчейн в большинстве случаев все еще тестируются в мире, который постоянно меняется. Эта новая индустрия щедро вознаграждает тех, кто склонен к риску. 30 июля 3D-печать – четвертая промышленная революция и потенциальные выгоды для Либерленда. Адитивное производство или 3D-печать, как ее иногда называют, попало в поле зрения технически подкованной общественности и большой индустрии примерно в 2009 году, когда истек срок действия соответствующих патентов. В том же году был представлен первый в мире розничный 3D-принтер, ориентированный на потребителя, который назывался «Парпар». Что касается экономических выгод, как здоровая доза АЭМ может быть выгодна для повседневной деятельности небольшого государства, такого как Либерленд? Я, как предприниматель, собираюсь подумать об этом с точки зрения бизнеса. Предприятелям необходимо производить экономический товар, который может быть представлен в виде продукта или услуги. Я думаю, что у любого небольшого государства есть большой потенциал стать значительным экспертом 3D-печатной продукции, таким образом представляя услуги 3D-печати, производства потребований. Как и в США, где центры обработки данных расположены там, где они находятся по ряду стратегических причин, любое маленькое государство может позиционировать себя аналогичным образом. Какие трудности придется преодолеть такому маленькому государству, как Либерленд, чтобы обеспечить прибыльную и устойчивую индустрию аддитивного производства? Наиболее существенные трудности для любого небольшого государства или малого бизнеса в этом отношении – логистические. Конечно, вам нужно расширить свои произведенные возможности, приобрести и настроить большой факт фильтров R3, но это начальный вклад, который окупится в течение времени. Если предположить, что импорт материалов для печати, например, катушек или тастик в их гранул, не является проблемой, то вашей главной заботой становится экспорт. Как может Либерленд или, опять же, любое малое предприятие доставить свою продукцию в кубь назначения таким образом, чтобы контролировать движение продукции за пределами вашего маленького государства? Могут ли такие методы производства добавок помочь в создании и обслуживании инфраструктуры Либерленда? Абсолютно. Даже наличие возможностей термопластичного АЭН является значительным преимуществом, учитывая, насколько далеко продвинулась наука о материалах за последние несколько лет. Как Либерленд может занять позиции будущего лидера отрасли 3D-печати? Вкладывать значительные средства к созданию инфраструктуры для возможностей АЭН и быть первыми в разработке новых приложений для 3D-печати? Многие люди видят заголовок о том, что аддитивное производство – это индустрия стоимостью 16 миллиардов долларов в 2019 году и думают, что это зрелая отрасль. Но мы только начали разбираться во всех способах применения этой технологии. Я думаю, что лучший путь вперед – это закупить много 3D-принтеров, начать задавать вопросы, что, если и почему нет. И за этим последуют инновации. 30 июля Мнение Как Либерленд может быть самодостаточным? Поскольку Либерленд является микрорайоном общей площадью всего 7 квадратных километров, турист, безусловно, должен стать неотъемлемой частью его модели получения доходов. Турист также поможет ему занять видное место на мировом рынке. И я думаю, что Либерленд должен оставаться сельским, несмотря на это. Кто захочет посетить или остаться в другом очень урбанизированном месте, если их уже много и они строятся по всему миру? Демонстрирую я миру, что свободное общество может создать высоко урбанизированную среду, но недостатком этого является то, что она отрицательно влияет на шансы сделать микронизацию туристической достопримечательностью. Идея состоит в том, что Либерленд не должен выглядеть современно, а должен выглядеть уникально. Вот что может сделать его лучшей туристической достопримечательностью в мире. Туризм в Либерленде должен быть не только для иностранных гостей, но и образом жизни, чтобы жители Либерленда жили на туристическом курорте, а не в напряженной обстановке, которая часто наблюдается в бетонных джунглях. Жизнь должна быть в гармонии с матерью природы. Чтобы быть самоокупаемым, Либерленд должен сочетать туризм с аграрной экономикой, а также с дополнительными моделями доходов, которые можно получить с помощью интернета. В Либерленде может быть сформирована система образования мирового класса, которая включает в себя общую кровяную медицину, кулинарные образования, обучение по системам конфиденциальности, направления кибербезопасности и бухгалтерии. Начало самостоятельности начинается с еды и питья во все времена. Но ключом к процветанию является управление земельными водными ресурсами и крупного рогатого скота, что позволяет максимально эффективно использовать каждый дюйм земли. Во-первых, должна быть система управления водными ресурсами и достаточное количество источников воды, не только для целей туризма, но и для сельского хозяйства. Следующим ключевым источником экономии Либерленда может быть конопля. Конопля сильно недооценена и имеет множество вариантов использования. Экологичная мебель может быть изготовлена из конопли. Конопля используется для производства различных коммерческих и промышленных товаров, включая веревку, текстиль, одежду, обувь, продукты питания, бумагу, биопластики, изоляцию и биотоплику. Это может стать главным экспортным продуктом для Либерленда, чтобы получить огромный заход. Еще одна важная трава, которая может сыграть решающую роль для Либерленда, это алоэ вера, известная как король трав Айурведы, а также названная Желс Неба, Тихий Целитель и т.д. Королева Клеопатра использовала алоэ вера, чтобы сохранить свою красоту. Что касается доходов в интернете, существует много вариантов. Либерленд очень хорошо сотрудничает с Belk9 для децентрализованного рынка Safex, основанного на блокчейн, который позволяет работать в электронной коммерции на основе конфиденциальности. Точно так же Либерленд и Belk9 вместе могут работать над созданием децентрализованной, основанной на конфиденциальности, социальной платформой с открытым исходным кодом, которая может стать еще одним важным источником дохода в интернете, которая получает доход от рекламы и не продает личные данные своих пользователей третьим лицам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok